Спасибо, ну, прям совсем к концу уже стихающим голосом, мне надо аккуратничать тоже, да. Я достаточно молодой продюсер, да, меньше года фонд работает. Здесь, конечно, мне очень много хочется сказать, мне очень аккуратно по поводу регулирования и вообще того, что происходит с кинематографической отраслью и отраслью распространения аудиовизуального контента. Сейчас попытаюсь, может быть, в конце какие-то реплики дать по поводу выступления предыдущих. Я пока хочу, наверное, о том, к какому вопросу Геннадий меня подвел по поводу как раз государственной поддержки, патриотического контента и контента развивающего, сохраняющего традиционные культурные ценности. Да, вышло два указа президента, который более-менее четко обозначил как раз цели в этом направлении. Государство за последние несколько лет создало несколько институтов, которые в этом смысле призваны и должны стимулировать производство контента. Это институт развития интернета, это фонд культурных инициатив, фонд кино увеличен в бюджет, собственно, как и бюджет Министерства культуры с точки зрения поддержки производства кино разноформатного. На самом деле даже фонды коммерческие, даже кинопрайм, он тоже участвует в поддержке, вообще говоря, военно-патриотического кино. И когда мы говорим именно о военной патриотике или о задачах нашего фонда, который был создан год назад, мы-то для себя как раз такую концепцию нашей деятельности и идеологию сделали. Мы понимаем, что мы не должны производить, или государству, особенно сейчас, нужно не столько военно-патриотическое кино, сколько патриотическое или просто хорошее кино, хороший контент. И тоже мы в формате кино не останавливаемся. Мы видим, что надо заниматься и музыкальным сопровождением, надо стимулировать развитие патриотической литературы, да вообще говоря, любого вида искусства и проявления в этом патриотизма. И вояния, зодчество и так далее. И мы, конечно, как фонд посмотрели еще на это немного с другой стороны и шире. Мы попробовали посмотреть аудиторию, в которой нам необходимо работать. И в этом смысле мы для себя определили, что с каждой аудиторией необходимо касание по внедрению, продвижению культурных ценностей, наших исторических ценностей, страны в целом, наших отдельных национальных республик, тех наций, которые у нас живут на территории, конфессиональных ценностей. Мы-то как раз для себя видим необходимость участия и регулирования создания контента от нуля, то есть от тех детей, которые только рождаются от младенцев. Вообще говоря, мы говорим, что мамы должны петь колыбельные правильные, Алиса, Маруся, колонки должны правильные сказки. Правильные я сейчас говорю в том смысле, что это контент должен доносить, проносить смыслы, которые нам близки и нам понятны. И мы тем самым воспитываем человека, который в сознательном возрасте примет правильное решение, как защищать государство, как создать семью и ее сохранить. Потому что то, чего тоже не хватает, это как раз, на мой взгляд, отношение и формулирование отношения людей к семье. То есть семья не два человека. Сейчас, за что мы боремся, папа, мама, ребенок, на самом деле семья, бабушки, дедушки, которые несут те самые ценности и сохраняют их двоюродные братья, условно говоря, которые могут жить на Кавказе и так далее. Это наша многонациональная страна. И вот только вокруг этого необходимо устраивать такую экосистему продвижения контента и смыслов, да, вообще говоря. И исходя из этого, мы уже посмотрели, что у нас с созданием смыслов и образов. И мы как раз пришли к тому, что, конечно, то, чего у нас не хватает или давно утеряно, это расформирование таких, как сейчас модно говорить, вселенных образов, наших национальных героев, наших национальных образов, которые позволяют воспитывать и передавать следующим поколениям те ценности, которые мы получили от своих предков. И как раз сейчас есть возможность, с учетом того, что и государство помогает, и создаются институты, как раз стимулировать создание, на первый взгляд, очевидно, неочевидно коммерчески успешных проектов, для того, чтобы пробовать, экспериментировать. Чебурашка, он же тоже как бы не на пустом месте и не с нуля был создан. И попытаться как раз создавать наши вселенные, аналоги вселенных, которые создаются за рубежом, но с нашим культурным кодом. И в этом мы видим большую перспективу. И здесь, конечно, тоже еще важно отметить, что в целом продюсирование или стимулирование создания патриотического контента, воспитательного контента, это, конечно, работа по некому понуждению или созданию условий для того, чтобы все-таки авторы, продюсеры, режиссеры снимали такой контент. И это, опять же, возвращаясь к тому, что роль государства, вот когда мы говорим про регулирование создания и распространения, вообще говоря о регулировании со стороны государства, для меня, как человека, который прошел, имеет опыт надзорной деятельности, оно создает из двух частей. Это стимулирование, но с другой стороны надзорно-контрольная деятельность. И здесь государство уже сделало достаточно много, а последние год-два еще больше усилий и форсировано по стимулированию производства контента. Много денег, как мы уже все об этом сказали, много денег туда брошено на производство минонационального контента, благо внешние условия позволяют. Но мы не должны забывать, что качество такого контента тоже нужно контролировать. А сейчас я хочу сказать, что, ну, я как бы об этом давно говорю, кинопроизводство и распространение кинопродукции у нас фактически не регулируется, по большому счету. У нас оно даст стимулируется, и был такой подход выбран несколько лет назад, чтобы его восстановить. За счет таких вот подходов и методов, и за счет большой роли телевидения, киноотрасоль сформировалась и окрепла. И благодаря этому она, конечно, сейчас позволяет ей развиваться в стрессовой ситуации, в штормовой, но и большое количество контента, который никто не оценивает, я не говорю о цензуре, хотя всегда, конечно, у меня это слово пытается в обиход, то есть языка сорваться, но я говорю о экспертной оценке. То есть какая-то государственная организация все-таки должна заботиться тем, что у нас размещается на платформах, что у нас, вообще говоря, что сейчас происходит в эфире телеканалов, что у нас прокатывается в кинотеатрах, особенно в тех, которые не находятся в городе Москве или Санкт-Петербурге. И механизм прокатных удостоверений, на мой взгляд, он не вполне в себе эффективен. Когда, Екатерина Геннадьевна, вы говорите о том, что необходимо, и мы это обсуждали сейчас на нашей дискуссии, на нашей платформе, да, общественный консенсус, общественное мнение должно сформироваться, но вот оно сформировано. И общественное мнение, которое, опять же, оно не всегда будет монолитно, всегда будет общественное мнение, которое, ну, будет больше за, скажем, не совсем культурные, не совсем семейные, не совсем традиционные ценности. Там не будет консенсуса. А вдруг консенсус произошел? И вообще общество говорит, а давайте снимайте фильм с проката. А какой механизм у государства для этого есть? Поэтому, да, общественный консенсус будет или общественное решение, но механизма тоже нужно прорабатывать. Сейчас, на мой взгляд, этого нет. У нас на платформах, вообще говоря, по большому счету, пусть коллеги из аудиовизуальных сервисов не обижаются, но там вообще может произойти все, что угодно, и происходит. Там уже практически два года, три года можно наблюдать совсем странные произведения, странные фильмы. Так вот о чем. Кроме государственной поддержки, на мой взгляд, мы должны еще и, невзирая на возможность сопротивления некоторых слоев общества, все равно культурные ценности, наши ценности, исторические ценности и наш культурный код подвигать с усилием. И не надо этого бояться, и этим надо заниматься. Потому что, если мы будем потакать любым желаниям общества, то мы общество не воспитаем. Вот чего не хватает, так это воспитательных усилий со стороны государства. Они должны быть, и этого стесняться точно не надо. А вот стимулирование, мы результаты того, что происходит с поддержкой кинематографии и вообще производства контента за последние год-два, мы, конечно, увидим через два-три года, потому что, понятно, есть некая инерция и производственный срок. С другой стороны, сериальный контент, который производится быстрее, эффект от этого тоже виден быстрее, он эфир, по крайней мере, телевизионных каналов заполнил. А сейчас, конечно, заполнил и тот лагун, который получился на платформах. Но здесь тоже, еще раз повторюсь, никто не оценивает, вообще говоря, какого качества этот контент. Такого рода механизмы, пусть и общественные, и экспертные, должны быть созданы, должны работать, на мой взгляд. А задачи как раз фонда, то, что я сказал, мы уже посмотрели, конечно, на отрасль, посмотрели на наши задачи пошире, чем просто производство военно-патриотического контента. Мы, конечно, работаем по нахождению, стимулированию и взаимодействию с теми авторами, с теми сценаристами, с теми режиссерами, которые готовы участвовать в производстве именно патриотического и направленного нашего национального контента, не оборачиваясь на потенциальный, возможно, коммерческий успех. Потому что фильм можно снять, но, попадая в нерегулируемый государством прокатный механизм, фильм может просто остаться незамеченным или пройти как предпросмотровая подготовка. Поэтому, конечно, государству нужно, на мой взгляд, сейчас обратить внимание не просто на стимулирование, но еще и на регулирование, в полном смысле государственное регулирование, то, как контент производится и то, как он распространяется. Субтитры создавал DimaTorzok